Мы знаем, что сегодня во всех славянских странах отмечается большой праздник. Праздник славянской письменности, День Кирилла и Леходия. Ну, а так как в нашем городе, в нашем государстве, те люди, кто лучше всего знают, что дает русский язык литературы, что дает владение одним из богатейших языков мира, и занимаются не только обучением нашего подрастающего поколения грамоти, но также воспитывают в них любовь к родному языку, развивают язык у нас, то с прошлого года, благодаря классу русского мира, у нас появилась новая традиция. Мы с вами собираемся для того, чтобы поговорить о вас, о ваших языках, и провести церемонию честного мира самых главных педагогов школы. Сегодня сюда, для этого небольшого праздника, мы пригласили вас, дорогие учителя, и я предлагаю поаплодировать. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я хочу, чтобы сюда вас пришли поздравить. Председатель Нарского городского собрания Александр Евгеньевич, консул Генерального консульства России в Нарве Ольги Тукина-Комарову, председатель Нарского общества российских соотечественников, это Валерий Иванович Туровов, и наши любимые друзья, итальянские гости, это руководители института Пушкина, Инга Мангус и Андрей Афгани. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. На самом деле очень хорошая идея и очень символично отчествовать педагогов русского языка и литературы в день Кирилла Мефодия, день славянской описанности и культуры. Потому что вот Кирилл и Мефодий святые и были учителя для всего православного мира, вы тоже учителя, вы учителя для нас и для наших детей. В этом плане вы как Кирилл и Мефодий для нас. Поэтому вот в один и тот же день это очень правильная идея. Русский язык. Вот у меня сын в четвертом классе. Я с ним делаю домашку и в том числе русский язык. Я вот так посмотрел, насколько сложно на самом деле и насколько многое позабыто уже, насколько это все вот важно для детей и для нас. Поэтому вы делаете очень тяжелую, очень важную вашу работу, очень значимую, особенно важную и значимую в настоящее время, когда приходится отстаивать русский язык, когда приходится отстаивать право получать образование на русском языке. И несмотря на международный правоакт, на национальное законодательство, вот это право почему-то в Эстонии нарушается. И я думаю, что совместным усилием вашим и нашим мы все-таки добьемся этого. Но вы свое дело делаете на отлично. В этом вопросе слово теперь за нами, за политиками. От имени Нарского городского собрания я поздравляю вас с этим праздником. И спасибо вам огромное за ваш труд. От городского права получает за большой вклад в учебно-воспитательную работу и активное участие в жизни города учительница школы номер 6 Фереза Филиппова. АПЛОДИСМЕНТЫ Подписанная мэром города Тарна Танеста получает благодарственное письмо учительница 5-й мэрисской гимназии Жанна Нарышева. АПЛОДИСМЕНТЫ Следующий учитель, достойный такой же награды, это учительница Нарской гимназии Юлия Петрова. АПЛОДИСМЕНТЫ Мне приятно назвать имя учителя, который работает в двух школах в Анаринской государственной файл-школе, это Наталья Вынинская. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И такой же награды достойна учительница 5-й мэрисской гимназии Надежда Леонсина. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ За активное участие в работе предметного объединения учителей русского языка и литературы от отдела культуры получает учительница Ванаринской государственной школы Ольга Капустина. АПЛОДИСМЕНТЫ Благодарственным письмом отдел культуры отмечает и учителя гуманитарной гимназии Эльвилу Дунаеву. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ В Солдинской гимназии самое активное участие в работе МЭЛО принимает участие Наталья Островеркова. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Отдел культуры награждает благодатственным письмом учителя Косквинской гимназии Натальи Николаевской. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И мне приятно включить такое же письмо. Учительница православной школы Натальи Чалов. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ АПЛОДИСМЕНТЫ Я очень хорошо помню такой же погожий майский день в прошлом году, когда все мы собрались в светлом солнечном зале Нарской городской управы. И мне почему-то очень запомнились слова Ларисы Владимировны, которые она тогда произнесла, поздравляя всех с праздником, она сказала, вот хочется сделать это честование традицией и проводить его каждый год. И я с большим удовлетворением и радостью отмечаю, что эти обещания сбылись. Мы сегодня собрались второй раз, чтобы праздновать учителей русского языка. И на самом деле это честование приобретает форму вот такой вот приятной традиции в этом зале, в такой обстановке праздничной, камерной. И у нас есть повод как бы на менее официальном уровне всех вас поздравить с этим праздником, как я всегда говорю, это он особенно приятен для нас тем, что это праздник единения, праздник сближения славянских культур. Это праздник, который могут отмечать не отдельные народы, не отдельные страны, а весь мир, потому что по всему миру широко шествует русский язык. И во всем мире находятся люди, которые читают русскую литературу, изучают русскую культуру и порой даже специально учат русский язык для того, чтобы эти сокровищницы русской культуры изучать вас всех. Дорогие учителя, желаю вам хороших учеников и удовлетворения от своей работы. А мне бы хотелось сегодня особо отметить одну из учительниц. Вы знаете, я очень часто бываю на всяких мероприятиях с участием наших школьников, и у меня уже такая вот образовалась четкая связка, что на всех мероприятиях я обязательно вижу Надежду Ивановну Иванову. И уже она даже, эта связка, приобрела обратную зависимость. Когда я ее не вижу, но вижу достойных хороших учеников, у меня возникает мысль, наверное, они ее ученики. И вы знаете, никогда еще меня не обмануло это предчувствие, потому что на самом деле ее дети выделяются на очень многих олимпиадах, фестивалях, конкурсах. И, конечно, этого можно было достичь только потому, что она работает неформально, она отдает всю душу своим ребятам. И нам хочется от меня послать, вот такой приятный мне хотелось подарить вам букет, и от Генерального консульства, но это в мэрии не будет, наверное, отвечено. Но, тем не менее, от нас мы хотим наградить вас грамотой. Иванова Надежда Ивановна, учитель русского языка и литературы Нарвской коммунитарной гимназии, награждается за большой личный вклад в сохранение русского языка и творческий подход к популяризации российской культуры среди молодежи. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 Я смотрела сейчас вот фильм и думала, как я бы ответила на вопрос, нужно ли быть грамотным, и аргументировала, аргументированно ответила бы на этот вопрос. И подумала, что, естественно, да, для того, чтобы мы не перестали когда-то просто понимать друг друга. То есть для этого нам в первую очередь нужна грамотность, и из-за этого спасибо вам всем в первую очередь за то, что вы не даёте нам и всем молодёжи, не даёте, не приводят, ну, как бы ваша работа не приведёт к тому, что мы перестанем друг друга понимать. А они перестанут друг друга понимать, но наше время ещё хватит грамотности. И, наверное, опять же, здесь мне так понравилось выражение, что русский язык – это наша родина. И мне кажется, что в этот день было бы правомерно сказать спасибо русскому языку, нашей родине. И пускай он продолжает, как бы, радовать нас, носителей языка, своей красотой, продолжает ужасать всех иностранцев своей сложностью и, наверное, поражать весь мир своим богатством. Спасибо русскому языку, ну, спасибо вам русскому языку. В сфере преподавания и сохранения русского языка на северо-востоке Эстонии от института Пушкина вручается Алёне Семенюре. Анна Раут, учительница Солдинской гимнерсии. Людмила Скокова, учитель Солдинской гимнерсии. Награда вручается Татьяне Горбатурской, учителью школы Павловой. Ну, и также подготовленное письмо для Татьяны Горбатурской, учительной школы Павловой. Я не вижу её, но я думаю, мы всем ей пообладим. Татьяне Горбатурской, учительной школы Павловой. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok